Всем привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Before We Live Now. Это градостроительный симулятор, в котором нам с вами предстоит застраивать острова, континенты и даже колонизировать новые планеты. Люди уже веками живут под землей после очередной катастрофы, и вот наконец-таки они решаются выбраться на поверхность. Ну, конечно же, они уже забыли, что такое солнечный свет, как выращивать разные культуры, поэтому выращивать они могут только пока картошку. Но потихоньку они, конечно, будут учиться, вспоминать, а может быть и изучать заново технологии какие-то, какие-то древние постройки находить, также использовать их. Но, в общем, много всего интересного. Давайте-ка посмотрим. Ну что ж, на такой вот карте мы с вами начинаем нашу территорию, где мы будем строить сначала свое поселение. Здесь есть немножко зелень, немножко леса, немножко разных каких-то, вот видите, остатков, видимо, прошлых цивилизаций, древней технологии. Также здесь есть такие вот гиганты, из которых можно будет ресурсы добывать, древние какие-то руины, которые можно исследовать, если отважимся, как написано здесь, вот. И, конечно, разные разрушенные здания, из которых мы с вами будем тоже всяко-разно добывать. И плюс такие вот полезные сооружения, например, как разрушенный генератор, или, например, вот преобразователь, и даже корабль, который нам, в смысле, также в дальнейшем пригодится, но не сейчас. Во всем, как говорится, по порядочку. Ну что ж, что мы с вами здесь видим? У нас с вами есть панель, да, нашего поселения, здесь сколько людей у нас, ресурсы, и все в таком духе сверху. Она расположена на ускорение времени слева, и снизу слева мы с вами видим меню строительства как раз-таки. Ну что ж, давайте начнем потихоньку строить, я думаю. Тот самый бункер, с которым люди выбрались, вот он здесь есть, и дорожка вокруг него. Нам с вами нужно что сделать? Ну, конечно же, построить немножко, да, скажем так, жилища для наших людей, ни много, ни мало. И провианты начальные, то есть еда. Так, ну и давайте сразу, наверное, дорогу сюда вот проведу, пока что вот так вот сделаем, чтобы тоже можно было потом строиться. Да, строить, естественно, можно только возле дороги, но мы даже видим, здесь выделены, в принципе, зоны, в которых можно строиться. Итак, начинаем мы, с вами, как я уже говорил, с жилья для наших поселенцев, поэтому давайте вот здесь выделим такой вот треугольничек. Кстати говоря, вот эти вот вещи можно убирать, если они нам не нужны, леса, но они потом здесь уже не восстановятся, естественно, поэтому нам с вами нужно аккуратнее их расчищать, не везде, чтобы потом также хижину лесоруб поставить, и можно было спокойно добывать, например, здесь. Чем, кстати говоря, больше вокруг леса будет у лесоруба, тем ему лучше, тем он будет лучше работать, поэтому я думаю, здесь будет вообще хорошая точечка для него. Поставим вот там. Ну что ж, место освободилось, и таким образом мы с вами даже немножко получили ресурсы в себе. Ну и теперь можно спокойно построить, я думаю, пару первых хижин, давайте так и сделаем, ну, точнее, домиков, да, где будут жить наши ребятки, и, соответственно, жить, поживать, добра наживать. Так, вот здесь я, значит, дорогу, наверное, уберу пока вот так вот давайте, и здесь еще построю один домик. Три домика для начала, также у нас с вами можно построить колодец, что мы с вами обязательно сделаем, только колодец я вот, наверное, все-таки где-нибудь немножко подальше здесь поставлю. У нас будут дома еще, здесь можно будет сделать поля, также, кстати говоря, с картофелем, естественно, но колодец пускай пока вот здесь у нас один стоит, я думаю, пока этого хватит. Во, все, работа кипит, работа идет, у нас еще из бункера появляются новые люди, которые, видимо, решают тоже подняться на поверхность, но здесь у нас уже, пожалуйста, домики есть, в которых они живут. Так, хорошо, дома есть, вода скоро будет, видимо, ну и нам с вами нужно построить, что правильно, конечно же, поля, где они будут выращивать картофанчик. Вот такие вот поля замечательные, прекрасные, я думаю, мы с вами построим их вот здесь, давайте парочку, а то, может быть, ну, я думаю, пока парочку хватит, там дальше посмотрим, если надо будет еще. Достроим, конечно же, у нас с вами здесь место есть, давайте сразу здесь лес уберем, тоже он нам ни к чему не нужен, расчистим немножко территорию, вот, и, я думаю, еще и вот здесь тоже сразу давайте. Во, видите, тут сразу дорога приклеивается к этому сооружению, вот сюда приклеивается, и нам нужно будет еще провести также дорожку к кораблю, вот таким вот, видимо, макаром. Ну, а здесь у нас остается еще место, мы его с вами задействуем также, я думаю, под поля, например, то есть нам надо бы, по идее, вот так, наверное, дорогу здесь провести, чтобы можно было здесь везде тоже все застраивать. Во, отлично, замечательно, ну и все, первые урожаи пошли, у нас тут люди начали здесь тоже, как видите, фермеры трудиться, потихонечку выращивают картофель, давайте, можно, в принципе, думаю, еще одно поле сразу поставить здесь, чтобы было. Во, все прекрасненько. Ну и, конечно же, какое поселение, да, у нас с вами без лесопилки, естественно, оно будет добывать у нас древесину, поэтому мы поставим лесопилочку вот здесь, вокруг еще получается как раз-таки месторождение, да, ну, грубо говоря, леса, поэтому. Вот, как видите, бонусы есть, бонусы плюс 4, ну, это то, что нужно, давайте ставим здесь, пускай трудится, и вот как раз-таки будет окружение влиять, тут даже можно посмотреть, что за бонусы. Если рядом 3 леса, то древесина максимальный запас плюс 4, вот это прям максимальный бонус, который у нас возможен, 3 рядом, как раз-таки, вокруг леса, получается, у нас с вами и есть. То, что нам с вами и надо, замечательно, давайте немножко ускоримся, чтобы они там построили быстрее. Итак, у нас с вами 10 человек, бездельничают 5, ну, пока, видите, людей хватает. Хватает нам, главное, чтобы сейчас хватало ресурсов, тоже у нас плюсы, тут, кстати говоря, и вода, и еда, естественно, потому что у нас не так много народу еще пока что. Дальше будет больше, дальше будет лучше, конечно же. Показывает плодородность острова, можно посмотреть, видимо, да. Ну, и написано, на этом острове можно получить картофель, но это пока что картофель, я думаю, что можно будет потом еще что-нибудь получить. Вот и первый день прошел, как говорится, солнце уже уходит за горизонт, и у нас с вами здесь наступает ночь, но пока все хорошо, все замечательно. Что ж, что у нас с вами еще можно пока здесь сделать, да, здесь мы с вами все построили, у нас с вами вот есть еще одна вкладочка, здесь у нас что есть? Здесь у нас есть хижины исследователей, как раз таки они будут копить, точнее, они будут, видимо, собирать по острову вот эти вот зеленые технологии, вот эти вот как раз таки месторождения, скажем так. Ну, точнее, древние технологии, которые остались, да, какие-то вот здесь, может быть, свалки, еще что-нибудь такое, ну, в общем, что-то полезное. Там могут раскопать наши жители и принести туда, в этот центр, соответственно, там исследовать, и у нас будут копиться баллы исследований, которые мы с вами потом будем тратить вот здесь вот. В библиотеке, соответственно, новые какие-то технологии открывать. Давайте посмотрим, где еще у нас с вами есть, вот здесь технология, да, есть, здесь технология есть, и вроде бы, а, еще вот здесь есть тоже. Ну, короче, довольно далеко, но это ничего страшного, мы с вами построим в этой стороне тоже, давайте-ка, знаете, как с вами сделаем? Мы с вами сделаем сейчас вот так вот дорожку сюда, давайте. Здесь, наверное, лес не нужен, тоже уберем его. Давайте, и так вот напрямик дальше пойдем, в принципе, тоже неплохое место здесь, кстати говоря, оу, здесь прям хорошее место для этого, для лесника. Нам и не нужно, нам всего лишь три дерева вокруг, это максимальный бонус, поэтому сойдет и то место, где мы с вами изначально его построили. Вот, дорожку сделаем здесь, и вот здесь у нас с вами, давайте, как раз-таки будет стоять и библиотека та самая, да, и как раз-таки, я думаю, хижины исследователей тоже здесь поставим ее. Так, хижину бахнем вот сюда, давайте вот с этой стороны, пускай будет там стоять. Библиотеку поближе к городу поставим, можно прямо даже в центре сделать где-нибудь. Все-таки такое, знаете, центральное здание, там исследование и все дела, пускай здесь стоит красивенькое. Вот, будем потихонечку исследовать все, что нам с вами надо будет. Ну и все, началось строительство. Материалы, конечно, с вами пока кончаются. Здесь, кстати говоря, смотрите, у нас есть преобразователь, он доски преобразует в инструменты. Инструменты также очень нужны, очень важны. Поэтому мы с вами можем взять и, собственно, заказать. Они сами будут уже здесь работать, таскать сюда доски, соответственно, и потихонечку преобразовывать их в инструменты. Вот уже они сюда начали материалы приносить. Как мы видим, шкала потихонечку заполняется. И сейчас вот они начнут работать. Ну что ж, у нас уже есть библиотека, мы с вами можем посмотреть экран исследований, что у нас с вами доступно изначально. Это, конечно же, склад, где мы можем хранить разные ресурсы, да, и подъемники. Подъемники нам нужны будут для того, чтобы забираться вот сюда. Соответственно, эти горы, и там уже дальше камень добывать, железо и так далее. Потому что здесь у нас как бы ничего этого нету. Внизу, оу, оу, произошел какой-то технологический рывок только что. Так, это что такое здесь? А, это древние технологии. Ну все, видите, они уже почти очистили. Все, территория очищена, и вот у нас свободная клеточка остается после этого. Ну что ж, хорошо, вот они производят здесь как раз таки. И, собственно, все эти очки переходят сразу у нас в библиотеку. 27, 28 уже поинтов мы с вами видим. Ну и, конечно же, будем их тратить. Ну что ж, давайте что-нибудь изучим тогда. Вот еще ремонт можно изучить. Если мы с вами изучаем ремонт, мы с вами сможем отремонтировать корабль и остальные вещички. Так, ну начнем по порядку. Давайте подъемник пойдем изучать. Там горное дело, соответственно, да, сразу. И будем добывать камень. Ну и склад тоже пригодится, конечно же. Так, давайте так вот очередь выстроим. Даже давайте вот так вот, горное дело. Потом склад можно будет изучить. Потом садоводство. Видите, тоже появится у нас с вами все остальное, что нужно будет. Ну что ж, подъемники и горное дело мы с вами изучили. Это значит, что можно их строить. Так, подъемник, ну, как я уже говорил, нам нужно сюда его строить, да, чтобы как раз таки добывать ресурсы, которые расположены здесь И, само собой, нужна дорога, нужна дорога в эту область, я думаю, мы с ним подъемник сделаем сюда От него можно будет дорожку как-нибудь провести здесь, да, без разницы как Ой, что это такое за звуки были странные, страшные, теперь какой-то, какой-то был ураган Так, итак, дорожка мне нужна здесь, давайте сюда я проведем, вот таким вот образом И здесь построим, получается, подъемник, да-да-да-да-да, вот сюда, пожалуйста, его бахните Будем здесь подниматься, ну, и там уже построим дальше новые места добычи, а именно камни, конечно же Все, супер, замечательно, давайте посмотрим, что еще можем исследовать Пока что с вами, да, много всего металлообработка, садоводство можем, можем в ремонт пойти куда угодно Нам это все пригодится, на самом деле, давайте металлообработку сейчас сделаем, мост Садоводство тоже нужно будет, естественно Все, и пока, я так понимаю, у нас с вами, да, баллы кончились, ну, пускай изучают Тем временем они построили здесь подъемничек вот такой вот И, соответственно, можно будет подниматься вот сюда Теперь мы с вами и здесь дорогу тоже можем делать, вот таким вот образом Так, вот знаете, что я хочу посмотреть? Мне нужно добычу, добычу камня Добычу камня Какие у нас с вами там бонусы есть? Давайте смотреть Итак Я просто думаю, если построим вот сюда, и вокруг, получается, будет еще даже целых три месторождения Здесь можно сделать четыре месторождения, чтобы было вокруг Это же прям вообще, мне кажется, супер Угу Ну, ладно, давайте не будем, так сказать, жадничать Сначала здесь, в любом случае, я думаю, мы здесь и зарасходуем, да, когда-нибудь камень, потом еще здесь и так далее Ставлю сюда Все, сейчас там построится тоже А вообще-то мы с вами дорогу увидим Дорогу, чтобы можно было собирать железо Железо у нас с вами здесь и здесь Потом будет тоже, ну, пригодится Поэтому Поехали сюда Вот таким вот макаром можно будет здесь построить Ну, на этом пока мы с вами и остановимся Все, пускай строят Значит так Здесь у нас с вами генератор Генератор у нас с вами будет вырабатывать, естественно, энергию Энергия нам пригодится для работы некоторых зданий И мы видим вот такую вот зону с таким вот значком Это зона загрязнения Некоторые постройки здесь будут загрязнять нам окружающую среду Соответственно, среду, да И люди, конечно же, будут недовольны Поэтому нужно все их жилые дома и все остальное как-то располагать вне этой зоны Чтобы не было проблем Точнее, было бы их меньше, скажем так Ну что ж, я сделал еще немножечко инструментов У нас с вами есть возможность построить склад, кстати говоря Давайте так и сделаем И там будем что-нибудь, соответственно, складировать Ну, вот здесь позади построю Чтобы он не особо много места занимал Как раз-таки две клеточки он занимает Кстати, да, не одно целых две Потому что у него основное помещение И, видимо, помещение, где как раз-таки все это будет складываться у нас И на складе нужно будет выбрать нам три типа ресурсов Которые будут им храниться Поэтому надо это будет учитывать Соответственно, что нужно будет Ну, я думаю, какие-нибудь там, может быть, доски, да, будем хранить Чтобы их было побольше сейчас Нам они очень нужны Может быть, камень, может быть, еще что-нибудь Вот, склад у нас уже достроен И давайте смотреть Либо, кстати говоря, даже картошку Давайте глянем вообще, что у нас сейчас здесь есть В принципе, картофанчик имеет всего на складе 27 Я думаю, пока нам этого хватит Вода тоже у колодца есть Есть, как бы, окей, хорошо Поэтому начнем все-таки с ресурсов Именно их начнем складировать Давайте посмотрим Выберем здесь, допустим, доски Да, сюда сейчас они будут складывать В принципе, их Что у нас здесь еще есть? Есть камень, можно тоже складывать сюда Давайте, пускай Да и инструменты тоже будем здесь на складе Давайте Хранить Пускай туда переносят Будем больше делать И это нам пригодится в любом случае Ну что ж И нам, в принципе, я думаю, можно расширить Немножечко наше поселение Давайте построим еще Пару домиков здесь Давайте вот прямо вот такой, знаете Прямо здесь у нас пятачок будет Из домов Во Все, здесь у нас будут жить товарищи Сейчас они построят дома И, соответственно, новые люди Поднимутся на поверхность Также будут здесь жить Вот, пошло дело Пошло потихонечку Все Появляются новые люди Новые жильцы у нас Причем довольно много И Работничков, я смотрю, хватает везде Без дела у нас с вами, смотрите-ка, ноль А вот нет Появляются бездельники первые Ну, значит, у нас с вами прям вообще Плотненько люди всем заняты И это хорошо На самом деле Пускай занимаются Пускай занимаются Работают На благо процветания, конечно же Нашей вот этой вот колонии Ну, а мы с вами давайте пока посмотрим Что там еще можно исследовать у нас Так Металлобработку, кстати, исследовали Нужно будет тоже Построить сооружение Да, давайте мост Прикинем, что за мост Позволяет строить мосты между клетками Это прикольно Давайте исследуем Но для начала возьмем все-таки ремонт В первую очередь А потом уже мосты И все прочее Образование потом тоже, естественно Возьмем Когда-нибудь все с этим закончат Давайте пока посмотрим Что у нас есть еще Вот Те самые сооружения Железноплавильный завод, да И у нас с вами есть инструментальный завод То есть Собственный завод Где будут производиться инструменты Не только вот здесь Но Для этого, видите Оно загрязняет Оно, соответственно Грустнит, скажем так, наших людей Делает их несчастными, да Но зато, соответственно Производит довольно неплохо Ну и вот такую вот плавилку Можно построить Огромная зона у него Просто огромнейшая зона загрязнения Поэтому Желательно это построить Будет где-то вообще вот здесь, возможно Ну, знаете, немножко подальше От нашего поселения Чтобы люди не дышали этим Естественно Вот Поэтому нам бы с вами нужно Как-то сюда, я думаю Дорожку тоже вывести Вот так вот, аккуратненько Можно будет здесь сделать Таким вот образом Не будем лес здесь убирать, естественно Потому что у нас здесь лесник работает Пускай работает дальше Но вот сюда мы с вами выведем Все это добро И здесь уже можно, думаю Будет потихонечку строить Здесь тоже зону оставим Для чего-нибудь Нам пригодится Здесь, кстати, у нас Уже генератор есть Также у него есть зона загрязнения Но его мы уже не перенесем Мы можем его только отремонтировать Этим нам и придется заняться Ну, потому что надо Давайте вот так сделаем Сразу к ним на дорожку Ремонт Все, ремонтируем У нас, по идее, сейчас Всего должно хватать Для ремонта два инструмента Нужно всего лишь Да, и доски Доски у нас есть Но инструментов пока маловато Но это мы с вами можем исправить При помощи этого агрегата Замечательного Которым люди также будут работать Все Сейчас появится энергия И у нас с вами Будет возможность строить Свои собственные плавильни И все прочее У нас появились мосты Понятное дело Так, склад у нас все тоже было Вижу, сверкнул У нас есть новые поля Теперь, смотрите-ка У нас есть чайное поле Обязательно построим Естественно У нас с вами есть Овощное поле Очень даже хорошо Так, ну и чайные поля Давайте, я думаю Пару таких Пару таких построим Будет прям вообще замечательно Домики Мы, наверное, сделаем Это здесь еще Тоже поставим Можно поля вот здесь Бахнуть рядышком Я думаю, да Давайте здесь с вами Будет чай выращиваться Два поля И овощные поля Мы с вами где-нибудь Здесь сделаем Давайте раз Поле давайте Где-нибудь здесь Поле можно поставить А, у нас получается Здесь как бы две клеточки Свободные, да Никуда они Не расходуются Но я сейчас немножко Здесь по-другому сделаю Тогда дорожку Вот так давайте Здесь Здесь мы с вами уберем Сейчас Вот И тут у нас с вами Можно будет еще тоже Поля построить Как раз таки Будет то, что надо Так, где там наши Овощные Во-во-во-во Можно здесь построить Давайте Можно здесь построить И здесь Три овощных поля У нас с вами еще дополнительных будут. Замечательно. Все, поля есть, чай есть, овощи есть, картофан есть. Как бы все просто прекрасно и замечательно. У нас даже еще больше получается овощных полей. Но ничего, ничего, пускай будет. И я думаю, что мы с вами можем построить еще пару домиков тогда, в принципе, вот здесь. Хотя мы можем сюда еще тоже вывезти, занять эти клеточки. Но, ладно, клеток у нас с вами еще много, поэтому оставим как есть. Даже можем здесь поставить. Смотрите, домик. Во. И здесь и дорога будет, здесь все равно и деревья остаются, и все хорошо. Окей, ставим здесь тогда дом. Давайте ставим домик здесь и поставим еще сразу домик вот здесь. Пускай, пускай работяги приходят, работают и трудятся. Опять же говорим, на благо нашего поселения. Ну, поселение уже стало такое, знаете, весьма внушительное. Хорошо. Инструментов, правда, не очень хватает сейчас нам, но это мы с вами тоже будем исправлять. Как мы видим, генератор работает и тратит, собственно, древесину на энергию. Я думаю, нам с вами, наверное, стоит колодец перенести, а все-таки загрязнение здесь есть, а колодец это не очень любит, поэтому давайте-ка мы с вами сейчас это добро, вот это вот, перенесем. Вот, смотрите, как раз клетка у нас с вами освободилась здесь. Поэтому пускай будет здесь, а здесь я его просто-напросто уберу, да и все. Проблема у нас в этом быть не должна, да, хочу снести. Тоже пускай его убирают, а там лучше пускай пустая клетка у нас пока что будет. Все, колодец перенесли. Замечательно! Что мы с вами там еще можем изучить? Ну, как бы, за эти зеленые исследования. Видите, пока дальше у нас с вами все закрыто, потому что там нужны уже будут другие исследования, которые мы с вами найдем на других островах. Ну и там нужно будет путешествовать к ним, конечно же. Пока возьмем образование. Позволяет строить школы на островах, где есть свободное жилье и школы будут появляться дети, которые затем вырастут и смогут работать. Ну, давайте исследуем в любом случае, нам это нужно будет. Ну, а пока мы с вами продолжим строить здесь. Здесь у нас с вами тоже еще не до конца все построено. Во-первых, у нас с вами железного родника еще нету, нам нужно построить, да, и чтобы там уже дальше кузницу строить все вот это вот, добро. Нам нужны инструменты, поэтому давайте здесь их пока произведем. Естественно, есть дерево. Парочку партий, а то и побольше, а там уже будем строить. Ну что ж, кажется, на нашем острове закончились запасы этих какого-то зеленых, скажем так, исследований, да, материалов для исследования. Судя по всему, да, больше их нет. Ну что ж, я думаю, может быть, даже можно удалить это здание, но, наверное, больше как бы и не нужно получается. Ну, ладно, пока пускайб стоит, а там дальше посмотрим. Итак, у нас есть инструменты, давайте построим с вами рудник железный, где будем, собственно, добывать все это добро. Ну, здесь получается как раз-таки отсюда все и будет добываться. Ну и у нас с вами еще здесь тоже есть, где можно железо добыть, но пока одного хватит. В принципе, мы с вами все эти здания, которые загрязняют, я так думаю, можем построить прямо вот тоже вот здесь, на отшибе где-нибудь, прямо сверху. Только надо будет провести туда дорогу, естественно, к ним. Ну что ж, построен железный рудник и пошла добыча. Мы видим зону загрязнения. Как раз она, ну, тут немножечко еще внизу тоже дает о себе знать, но это ничего страшного. У нас все равно ничего как бы с вами не будет построено, скорее всего, поэтому все хорошо. Итак, пошла работа. У нас с вами сейчас будут храниться, копиться новые ресурсы. Ну и в целом, так как у нас появляются новые ресурсы, мы с вами можем построить еще один склад, да, допустим, для хранения. Но у нас будет переработка этого всего и эти добра, поэтому мы с вами сразу, наверное, построим здесь, давайте, производственные здания тоже. Нам нужно что? Нам железнопланильный завод нужен, естественно, да? Вот. У него огромная зона, как видите, поэтому надо подумать, как бы нам где расположить. Ну, думаю, здесь сверху так же сделаем, в принципе. Давайте дорожку сюда проведем пока что. Вот так вот можно поставить его здесь, кстати. Хотя лучше здесь потом будет поставить. Ну, это еще не скоро у нас истратится, поэтому можно поставить это здесь, без разницы, можно и здесь пока поставить. Так, давайте, значит, нам с вами нужен плавильный завод. Ставлю здесь его, хорошо, пускай. Будет. И рядышком, наверное, сделаем сразу с вами тогда инструментальный завод так же. Пускай будут... Ну, такая прям кузница-кузница, знаете, здесь будет сверху стоять. Тоже довольно большая обширная зона у нее, скажем так, влияния негативного. Ну, пускай ее здесь стоит, я думаю, особо мешаться никому тут не станет. Все, сделали. Сейчас у нас пойдет производство. И по этому поводу можно, думаю, новый склад сделать так же, дополнительно, который будет хранить новые ресурсы. Так, вот здесь я поставлю, нормально будет. Здесь у нас... Бонус идет, если три клетки есть свободных. Ну, тут они как раз-таки раз, два, три, получаются, остаются у него вокруг. Так что, думаю, как раз, самое место для склада у нас с вами. Здесь еще для одного. И там будем хранить уже, что получается. Хотя мы с вами инструменты здесь храним тоже, да? Там можно будет железо хранить, еще что-нибудь типа того. Разберемся. Может быть, какую-то еду даже. Кстати говоря, возможно, что у нас по еде получается? Картошка, морковка и все прочее. Хм. Ну, кстати, да. Раз мы с вами инструменты складываем сюда, это как бы, конечно, продукт уже получается от этого производства, который на самом деле здесь будет, да? Че-то здесь не хватает. Че не хватает? А, инструментов не хватает, чтобы построить Понял, давайте, сейчас сделаем Не переживайте, сейчас все будет Это запросто нам поможет в этом Наш замечательный преобразователь, который здесь у нас Разместился, точнее, который разместили здесь Древние люди, наши предки Во, все, плюс склад Ну давайте, ладно, хорошо, сделаем его Тогда продуктовым, наверное, каким-нибудь Картофан будем туда, овощи складывать Давайте, ну, вода, не знаю Вода нужна или не нужна, у нас воды, в принципе, довольно много Получается, да, излишки пускай Складывает, так, и что-нибудь еще потом Ну, сохраним пока местечко, а там дальше уже будет видно Так, ну что ж, производство пошло Как мы видим, вот они потребляют энергию Кстати говоря, здесь тоже у нас с вами Энергия потребляется, причем довольно-таки неплохо Потребляется, и, соответственно, здесь У нас, да, да-да-да, также у нас Сюда, видите, тратится древесина Поэтому, возможно, в скором времени пригодится Еще один лесоруб, но, благо, опять же Лес здесь довольно много, у нас даже здесь место тут хорошее Мы с вами видели, да, можно прямо здесь Его поставить, а Дорогу, допустим, пустить вот сюда, и здесь будет Тоже вокруг него три как раз-таки Три дерева Скажем так, так, сколько у нас есть бездельники У нас? Пока без дела у нас людей нет Кстати говоря, ничего себе Даже людей немножко не хватает, но я уберу это здание Все-таки, тут нафига нам нужно Потому что уже все-таки действительно ресурсы кончились Пускай разбирают его И таким образом освободятся Хотя бы люди у нас Давайте, наверное, построим еще одну хижину лесничка Построим ее вот здесь На самом деле, вот прямо здесь на краюшке Я дорогу сейчас проведу Вот сюда, в эту сторону Вот, и здесь можно будет ее построить Давайте будем еще здесь древесину так же добывать Как раз вот вокруг Будут месторождения, скажем так, леса И как раз-таки они будут давать еще дополнительный бонус на древесину Чтобы ее было всегда-всегда много Нам хватало Ну что ж, как у нас тут дела? Я думаю, что все хорошо Я думаю, что у нас потихонечку копится Да, у нас картошки много У нас овощей много Видите, реально излишки появляются Чай, а я могу здесь чай складывать? Подождите-ка Да, могу чай Ну давайте чай будем тоже хранить здесь Пускай Если есть излишки, тащат на склад И у нас с вами будет еще больше всего этого добра Копиться Превосходно Ну что ж, у нас такое, знаете, прям изобилие Овощи разные Вода есть, чай есть Прям красота Когда есть чай, это всегда хорошо Плюс еще один лесник у нас работает здесь Все, досок у нас с вами теперь тоже будет прям миллион Ну и, соответственно, ресурсы У нас очень много уже инструментов Только посмотрите, сколько их копится Охренеть У нас всего лишь одна кузница пока работает Всего лишь одна кузница И при этом вот такое вот огромное количество Отлично Ну что ж, мы с вами добываем сейчас все, что можем добыть В принципе, у нас здесь исследования уже все на этом острове исследованы пока что, да? Остальное, как видите, все пока что закрыто от нас И мы можем приступить К починке корабля К ремонту У нас все ресурсы есть Давайте начнем ремонтировать И как раз наши ребята смогут Отправиться в путешествие На поиски новых земель Чтобы у нас Можно было изучать какие-то новые технологии, естественно И, возможно, какие-то новые ресурсы даже появятся Как знать, посмотрим Ну и они сейчас, как мы видим, уже Сюда носят ресурсы необходимые Пошла работа Сейчас они достроят корабль И корабль спустят они На воду Ну и потом уже Будет, конечно же, путешествие Приключения, куда-то дальнее плавание какое-то Можно будет исследовать эту планету Ведь, как мы видим, сейчас только самая Ну, такая, знаете, малая часть ее исследована И остальная пока Часть ее покрыта Завесой тайны Ну что ж, друзья Вот и кораблик Назвали они его Икар Он готов к отбытии Он там даже, похоже, все веселятся на борту Загружен он провиантом И так далее И нам с вами можно будет уже Исследовать планету Опять же, искать новые острова и континенты На ней Я думаю, найдем обязательно И что-нибудь интересненькое Ну что ж, друзья На сегодня мы с вами завершим Всем спасибо за просмотр Не забывайте комментировать Нажимать на колокольчик Ну а мы с вами увидимся в следующий раз Всем до скорого И пока-пока